Сегодня во дворе третьего дома по улице Чернышевского комплексная уборка. Дворники и спецтехника расчищают территорию от снега и наледи. Правда, сделать работу на отлично не получается. Коммунальщикам мешают машины, которые автолюбители не потрудились убрать из двора. Очень сильно затрудняют работу. Невозможно просто. Просим людей, чтобы убрали. Не все это понимают. Есть агрессивный народ такой, что бесполезно. Сотрудники управляющей организации совместно с активистами этого дома еще несколько дней назад развесили на дверях подъездов объявления, в которых автовладельцев просят убрать свой транспорт из двора на время уборки. Первый раз мы пытались это в будние дни сделать, но, к сожалению, автовладельцы на все призывы управляющей организации, подрядной организации, к сожалению, не реагируют. Мы сейчас видим, что с большим трудом с помощью совета дома пытаемся освободить территорию для уборки от снега, уборки на леди. Приходится, да, по-всякому, приходится пользоваться домофонами, приходится бегать по этажам, еще дополнительно просить, чтобы они вышли, чтобы они убрали автомобили. Нужны какие-то единые правила, нормы. Практически час понадобился коммунальщикам, чтобы расчистить двор от машин. И только затем они начали чистку снега. Тем не менее, и во время работы спецтехники все равно то и дело мешали. Я подъехал тут на работу, а тут мне говорят, надо убираться отсюда, мешаться. Все правильно, убирать-то надо, вообще-то не проедешь. А вот на проспекте строителей, во дворе 22-го дома, живут более сознательные автолюбители. В назначенное время с территории убрали все машины. Проблема снежных завалов и наледи была решена за полтора часа. Теперь здесь можно парковаться без проблем. Управленцы из 8-го ЖРЭПа резюмируют. К работе своей они подходят ответственно. А прежде чем пожурить коммунальщиков за нечищенный двор, посмотрите, где стоит ваш автомобиль.